МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Канал-16 обрушился шквал телефонных звонков. Почему телеканал исчез с привычной кнопки? Зрители спрашивают, как и где теперь можно смотреть новости и передачи Канала-16. Технический сбой произошел несколько недель назад, и сейчас телевизионный канал поменял частоты. О том, как настроить свой телевизор на прием нашего канала, расскажем далее. Елена Борисовна нажимает на привычную кнопку на пульте, но видит на экране только помехи. Сначала женщина не придала этому значения, но спустя несколько дней стала беспокоиться, куда пропал родной Канал-16. У меня Канал-16 все время работал на определенной кнопке. Стала включать, Канал-16 нету. Все кнопки перещелкало, Канала нету. Начались всякие помехи. Некоторые каналы тоже пропали вместе с 16-м каналом. А так как я все время смотрю 16-й канал, новости городские, мне очень хотелось посмотреть, что у нас в городе. После технического сбоя изменились параметры настройки Канала-16 и Саро-24 на телевизионных приемниках. Чтобы снова смотреть городские новости, любимые передачи, нужно провести простые действия. Берем в руки пульт, нажимаем кнопку меню. На экране высвечивается категория. Курсором выбираем автоматический поиск каналов и нажимаем кнопку ОК. Потом в дело вступает искусственный интеллект. Через несколько минут техника найдет все доступные каналы. Возможно, некоторые из них поменяют нумерацию. Канал-16 в пакете ТКС теперь находится на 37-й кнопке. У кабельных операторов МТС и Ростелеком на 551-й и 755-й кнопках соответственно. Также смотреть канал-16 в реальном времени можно через интернет с помощью универсальной платформы Вентера ТВ. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Парковочные места в нашем городе на вес золота. В часы пик машину сложно поставить около работы, а по возвращению домой не всегда найдется заветное место для автомобиля во дворе. Не так давно возле детского сада номер один «Лесная сказка», расположенного по улице Советской, появилась стоянка для машин, засыпанная щебенкой. Нам удалось выяснить, кто стал инициатором создания этой стихийной парковки и какова дальнейшая судьба территории. Территория возле первого детского сада стала местом для парковки личного транспорта уже достаточно давно. Однако ситуация, когда водители оставляют машины на газоне, устраивала далеко не всех. Департамент городского хозяйства поступало множество звонков от саровчан обеспокоенных ситуаций со стихийной парковкой. По поводу того, что там организована стихийная стоянка, и заезжают озелененную территорию, происходит вынос грязи на проезжую часть, и для детского сада это плохо, грязь вся на территорию выносится. Знаков, запрещающих стоянку, на этом месте нет, а машин рядом с садом стало парковаться все больше. Это связано и с тем, что на территории воинской части появился пропускной пункт, ворота которого выходят прямиком на улицу Советскую. Чтобы предотвратить вынос грязи с газона, эту территорию засыпали щебенкой. Стоянку организовать там не представляется возможным по техническим причинам. Там коммуникационные коридоры по краям этого проезда. Там и теплосети, газовые сети. И, в общем, чтобы получить техническое условие на устройство там стоянки, придется истраиваться большие средства для того, чтобы устроить стоянки. И поэтому администрация на это не пойдет. В прошлом году по заявкам горожан на территории стихийной парковки работала административно-техническая инспекция, выявляя нарушителей, которые парковались на зеленой территории. После того, как газон отсыпали щебнем, административные протоколы не составлялись. В скором времени там поставят оградительные дорожные столбики, которые предотвратят стоянку вдоль обочины. В Нижегородской области зафиксирована первая вспышка африканской чумы свиней. Очаг находится в Дальнеконстантиновском районе. Ликвидированы 176 диких кабанов. 33 из них были заражены в зоне риска перевозки Большомурашинские, Арзамаски районы. В управлении Россельхознадзора просят жителей зоны риска воздержаться от посещения лесов в ближайшие две недели. Напомним, что три года назад в нашем городе уже объявляли карантин по этому опасному заболеванию. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Людям с ограниченными возможностями здоровья больше не придется доказывать свой статус. С 1 июля следующего года обязанность запрашивать всю необходимую информацию ляжет на органы власти. Соответствующий закон на днях подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, при обращении за льготами и выплатами гражданам с ОВЗ не придется подтверждать свое право справками. Этот факт органы власти должны будут проверить сами, запросив данные из Федерального реестра инвалидов. Стало известно имя нового директора детской музыкальной школы имени Балакирева. По результатам конкурса руководителем учреждения стал Михаил Самсонов. Для справки, Михаил Юрьевич – выпускник Уральской государственной консерватории имени Мусовского. В 2003 году окончил аспирантуру Нижегородской государственной консерватории. Михаил Самсонов более 25 лет работает в педагогической сфере. До недавнего назначения занимал должность преподавателя в детской музыкальной школе имени Балакирева. Волонтеры гуманитарного склада опубликовали список вещей, в которых сейчас остро нуждаются люди, оказавшиеся в непростой ситуации. Многодетным семьям из Дивеевского района требуется помощь в приобретении строительных материалов для дома. Кроме того, на складе заканчиваются детские и взрослые памперсы, впитывающие пеленки, молочная смесь для детского питания. Все это можно приносить в церковный гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, дом 24А. Он работает во вторник и четверг с 5 до 7 часов вечера и в субботу с 9 до 12 утра. В этом году значительно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Если в прошлом году таких случаев было всего 4, то в этом году их уже 11. Из них 8 – это наезд на ребенка. Участились случаи подобных ДТП в жилых зонах и на дворовых территориях. О том, как уберечь детей от подобных аварий, расскажем в следующем сюжете. Лето не только самое привлекательное, но и опасное время года для детей. Родители часто оставляют их без присмотра и позволяют выходить во двор самостоятельно. За 2019 год в Сарове зафиксировано 11 ДТП с детьми. Большинство из них произошли в жилой зоне. Родители неправы в отсутствии контроля за детьми, пусть даже во дворовой территории или жилой зоне. Здесь такая же проезжая часть, так же двигаются машины, так же двигаются мотоциклы. И поэтому здесь нужно втройне быть осторожным и внимательным. Одна из самых частых причин ДТП во дворах – внезапное появление ребенка на проезжей части. Припаркованные автомобили, мусорные баки, кустарники и деревья для водителей могут оказаться слепыми зонами. Дети не смотрят по сторонам ни во дворах, ни на улице. Элементарное правило не ездить на велосипеде через пешеходный переход нарушают практически все. Повлиять полицейские могут только словом. На детей административная ответственность не распространяется. Пострадал велосипедист, опять же, предварительно по своей собственной осторожности, когда он выехал на проезжую часть, опять же, при выезде из жилой зоны. Не имеет права велосипедист переезжать в проезжую часть дороги перпендикулярно, даже по линии трудуара и обочин. Психологи считают, что дело в природе поведения ребенка. В 90% случаев дети не видят опасность, когда ничто не мешает обзору. Водителям нужно помнить, что двигаться по двору можно со скоростью не более 20 км в час, а ногу держать над педалью тормоза, чтобы остановиться в любой момент. Бабушка трехлетнего Серафима убеждена, что за детьми во дворе нужен особый контроль. Без присмотра никак нельзя. Они здесь вот и всякие лесенки или чего, он еще маленький. А потом машины. Надо обязательно смотреть за ними. Инспекторы уверены, что взрослые должны стать их союзниками в борьбе за детскую безопасность. И просят родителей не оставлять малышей без присмотра и учить поведению на улице. А водителей проявлять максимальную осторожность при движении в жилой зоне. После нескольких дождливых недель наступила грибная пора. Любители тихой охоты отправились в ближайшие леса за трофеями. Заядлые грибники целыми корзинами приносят домой белые, подберезовики, маслята, лисички. Увлекаясь тихой охотой, люди часто забывают, что неправильные сборы хранения грибов могут стоить здоровья и даже жизни. Чтобы избежать несчастного случая, специалисты советуют соблюдать ряд простых правил. После длительной засухи в регион наконец-то пришли дожди. Для любителей грибов наступила жаркая пора. Начался сезон тихой охоты. Грибов много, самых разных видов. Но прежде чем отправиться на поиск грибных мест, специалисты рекомендуют освежить знания о съедобных и ядовитых представителях этого царства и не спешить со сбором. Грибы имеют такое свойство, они как губка впитывают все токсические вещества и накапывают эти токсические вещества. Поэтому не рекомендуют собирать первый слой грибов. Не спешите в лес, дождитесь второй волны грибов. Также не стоит собирать червивые грибы, мятые и переросшие. Присмотритесь, рядом со старыми под листвой и ветками зачастую прячутся их молоденькие и крепкие собратья. Кроме того, не рекомендуют собирать грибы, которые выросли вдоль автомобильных дорог, вдоль железных дорог, которые выросли вдоль, около промышленных площадок, на территориях каких-то промышленных предприятий, а также там, где есть сельскохозяйственные угодья. Потому что все грибы накапливают, опять же, все вещества, которые их окружают, соли тяжелых металлов, пестициды. Специалисты рекомендуют уходить вглубь леса не менее чем на километры от автомобильных дорог и на 500 метров от проселочных. Это увеличит шансы собрать экологически чистые грибы. Следующий важный этап – это обработка. Обработка в себя включает несколько этапов. Это переборка, сортировка. Грибы сортируют по видам, обрабатывают их по видам, чистят, моют, замачивают, вымачивают. А дальше идет термическая обработка. Конечно, не у всех любителей соленых и жареных грибов есть время на походы в лес. Поэтому они их покупают. Специалисты рекомендуют приобретать грибы только у проверенных людей, чтобы быть уверенными, что собрали они их по всем правилам. В поселке Решетиха Володарского района прошел Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей популярной песни имени Макроусова «На Волге широкой». Конкурс проходил в два этапа – отборочный и очный. Во втором этапе конкурса приняли участие более трех социалистов и коллективов. Наш город представляла Екатерина Козеева, выпускница детской школы искусств номер 2, а ныне студентка Московского музыкального колледжа имени Шнитке. Своё первое студенческое лето Екатерина Козеева проводит в работе. Сразу после сдачи экзаменов девушка отправилась на фестиваль популярной песни, посвященной 110-летию композитора Бориса Андреевича Макроусова. Я представляла программу, которую еще изучала в детской школе искусств номер 2. Это «Тропы» и «Огонек». В конкурсе на «Волге широкой» приняли участие более 300 солистов и вокалистов ансамблей хоров из Москвы, Твери, Владимирской области, а также из 20 районов нашего региона. Несмотря на высокую конкуренцию в борьбе за главный приз фестиваля, у Екатерины остались только теплые впечатления от пребывания на родине композитора. По результатам второго этапа фестиваля Екатерина стала победительницей и получила гран-при фестиваля в номинации «Солисты». Это для меня неожиданно, такая высокая все-таки награда. Но когда я выступала, я чувствовала с первой песни то, что у меня есть некая связь со зрителем, с членами жюри. Детское увлечение русской народной песни переросло у девушки в дело всей жизни. 11 лет Екатерина занималась в отделении музыкального фольклора у Ирины Оськиной. И уже будучи студенткой московского вуза, Екатерина не забывает альмаматор. Вместе с педагогом она готовит концерт в родном городе. Она поступила, но вот эта концертная деятельность для своих горожан, для своего любимого города, это стоит на первом месте. Концерт намечен на вторую половину января. Сейчас верстаются программы и проводятся первые репетиции. Екатерина представит зрителям сольные номера, а также споет дуэтами с педагогом и участниками образцового ансамбля «Горница». Саровские рокеры готовятся к очередному городскому фестивалю. Зато рок-2019 распахнет свои двери для любителей живой музыки 10 августа на танцевальной площадке парка культуры и отдыха имени Зернова. Этот ежегодный музыкальный фестиваль дает возможность выступить на городской сцене как опытным командам, так и начинающим музыкантам. Подробности далее. Кто будет отвечать за звук на фестивале, как составить график саундчека, какая группа станет хедлайнером? Пока коллективы готовят программы выступлений на своих репточках, организаторы решают множество важных и ответственных вопросов. Но, как признаются, саровские рокеры это того стоит. Хочу, чтобы саровская рок-сцена развивалась, и пока есть возможность ее продвигать любым способом, я буду это делать. Мне это очень хочется делать. И я знаю, что в городе есть очень много талантливых музыкантов и старого поколения и молодых. И я считаю, что чем больше есть возможности организовать мероприятия, чем больше ты используешь эти возможности, то тем лучше для города. Пока на фестиваль «Зато рок» заявились три группы. Это «Океан», «Бездна» и «The Group». Список участников будет пополняться. На одну сцену с ветеранами саровского рока выйдут и молодые коллективы. Они по традиции выступят в первой части. Группы сыграют для зрителей свои известные композиции и новинки. Программа вся новая почти. Во-первых, это новый состав, новый звук, новый подход. Ну, как бы количество участников диктует соответствующие аранжировки вещей. Поэтому будет интересно, будет забойно. Наверное, даже где-то чуть-чуть по-молодежному. В отличие от того, что нас всегда, наоборот, приписывали, ну, скажем так, к более взрослой публике, тут будет немножко все позаводнее. Фестиваль «Зато рок» пройдет 10 августа на сцене танцевальной площадки парка имени Зернова. Начало в 3 часа дня. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин